Вместо гаджетов она предлагает казахстанцам заняться вышивкой-крестиком. Гульнар Абиш всю свою жизнь занимается рукоделием, но в последнее время специализируется на вышивке известных мечетей мира. В ее коллекции более 20 работ, которые она показала заключенным колонии-поселения. На мастер-классе побывала и наш корреспондент Елена Устимович. Сейчас мы начнем с вами вот это пяльцы, пока его так раскручиваете. Взяв в руки пяльцы, заключенная Екатерина Бороздина невольно вспомнила детство. Будучи маленькой девочкой, она училась вышивать. Руки помнят, оттого крестики получаются четкие и ровные. Практиковаться в местах не столь отдаленных Катя осталось меньше полугода. Я сначала думала, что это нарисованный, издалека мне показалось, как будто нарисованный. А потом, когда я услышала, что это вышивают, то я обалдела. Просто вообще красиво, красота. У меня просто слов нет. Красиво, на самом деле. Мастер-класс по вышивке мастерица Гульнар Абиш впервые проводит за колючей проволокой. Как правило, этой технике она обучает детей. Но в священный для мусульман месяц решила поддержать заключенных и показать свою коллекцию уникальных мечетей мира. 12 тысяч человек местимых. Когда он его достроил, архитектор ошибся. Он наказал, он убил этого архитектора. Почему, думаете? У каждой из работ мастерицы есть своя история. Будь то известная Хазрет Султан, плывущая мечеть в Брунеи, которая известна как единственная, спроектированная не мусульманином. Ее автор – итальянец. Или самая большая мечеть в России, в городе Грозный. Насчет работы я восхитился, но более мне история интересная. Чего, как, почему. Испытания у нее свои. Какие-то ломали, какие-то построили по-новому. Ну вот это интересно. И вот я тоже вот. Чем и заинтересовался. Я бы сам занимался, но я не кропотливый человек. В ее руках оживают цветыни, но это очень долгая и кропотливая работа. На каждую уходит 6-7 месяцев. Раньше изделия ручной работы радовали исключительно родных и близких. Не так давно мастерица стала выставляться. Но работы свои не продает. Хотя за всю коллекцию ей предлагали большие деньги. В коллекции мастерицы 20 прекрасных мечетей, вышитых крестиком и бисером. Но кто бы мог подумать, что все началось вот с этой работы. Ровно 15 лет назад Гульнар оказалась в Индии, где купила первую вышивку. С этого все и началось. Мечеть Тадж-Махал стала началом большого пути. Когда я дошила Тадж-Махал, у меня было такое ощущение, как будто я в строительстве большого храма участвовала. И после этого я начала шить Мечети Мира такие красивые, уникальные истории. Я увидела сегодня у людей интерес, взглядом-возглядом. Я ощутила эту теплоту, которая им понравилась. И сказали, да, вы разобразили нашу жизнь. Я очень удовлетворена. Мне нравится такая миссия. Завтра шедевры повезут в учреждение чрезвычайной безопасности. Там отбывают сроки те, кого приговорили к максимальным срокам заключения. Мастерица считает, им как никому сегодня нужна надежда и вера.